Топ-3 инструмента по привлечению клиентов в данный момент времени. Всем привет, меня зовут Марина, и на этом канале я рассказываю про свой опыт бьюти-предпринимательства, а именно про ведение салонного бизнеса. И рассказываю не только про хорошие моменты, но и про какие-то промахи и пути их решения. В этом видео я вам расскажу про инструменты, которые работают в данный момент времени. Почему я говорю фразу в данный момент времени? Потому что инструменты периодически перестают работать. То есть работало-работало, потом бац, все, этот инструмент больше не привлекает клиентов. Мы переходим к новому. Мы всегда как предприниматели находимся в состоянии тестирования новых гипотез и новых идей. Какие-то из этих инструментов будут перетекаться в предыдущем видео. Какие-то для вас, может быть, будут новыми. Итак, инструмент номер 1. И да-да, флайеры до сих пор работают. Когда я купила новый салон и начала туда привлекать клиентов, это был первый инструмент, который я сразу же внедрила. Что главное при раздаче флайеров? Это понимать, каких клиентов, на что мы хотим получить. То есть, например, если у вас салон эконом-класса, то первое, что нужно сделать, это перебить цену конкурентов. Если у вас салон, например, высший классом и вы предлагаете какие-то эксклюзивные услуги и ваша задача привлечь клиентов на эти эксклюзивные услуги, то мы разрабатываем оффер и ОТП. Главное, чтобы это было приятно и выгодно клиенту не только с точки зрения денег, потому что флайеров раздается куча. Вам нужно сделать так, чтобы пришли именно по вашему флайеру, чтобы это не выглядело как массовый вброс. И обязательно считаем конверсию. Я сейчас поделюсь, как конверсия у меня была. И этот формат флайеров я уже не меняла давно. У меня на 500 флайеров пришло 52 клиента. Я считаю, что для флайеров это очень хороший результат. В чем фишка? Мы не раздавали флайеры в лунном месте. Мы раздавали флайеры довольно долго, но мы раздавали только среди жителей ЖК, которые к нам должны ходить. То есть у меня не было задачи привлечь клиентов-халявщиков или клиентов, которые придут и уйдут. Мне было важно, чтобы клиенты ЖК, в котором я размещаюсь, узнали, что мы открылись и пришли к нам. Поэтому 52 новых клиента. Большинство из них ходят до сих пор и являются уже нашими постоянными клиентами. Поэтому не отметайте этот вид рекламы, просто грамотно пользуйтесь. Инструмент привлечения клиентов номер 2. Это размещение на картах города. Я использую Яндекс и два ГИС. Яндекс у меня работает немножко получше, но ГИС тоже приводит клиентов. Немножко разные агрегаторы. Если вы работали с ними, то вы понимаете, о чем я говорю. Можем потом отдельно снять видео про именно работу с картами и я расскажу более подробно, где какие-то особенности ведения карточек организации. Поэтому, если вы, например, работаете не на платной, не на коммерческой основе со всеми агрегаторами, то я вам рекомендую настоятельно регулярно обновлять фотографии, информацию о вашем месте и просить клиентов оставлять вам хорошие отзывы. Инструмент номер 3. По привлечению новых клиентов. И сейчас вы удивитесь, но это работа с вашей клиентской базой. Да-да, именно с вашей клиентской базой. Потому что, если ваш салон существует хотя бы полгода, вы откроете свою базу данных. Посмотрите, там клиентов 50 будет. Это те люди, которые так и не дошли к вам. То есть, у вас есть и контактные данные, но клиенты у вас так и не были. Это ваши потенциальные прямые клиенты. При работе с клиентской баллы очень важно сгруппировать, выделить каждую категорию и разработать уникальное предложение для каждой категории, исходя из потребностей. Например, если человек к вам записался на маникюр и не дошел на маникюр, что мы делаем? Мы не предлагаем клиенту скидку тысячу рублей на маникюр. Это не работает. Не работает. Если вы не прочитали свою экономическую модель, то, скорее всего, вы вообще уйдете в минус. Мы разрабатываем такое уникальное торговое предложение, чтобы клиент сказал, вау, мне точно нужно до сюда дойти. Ну, например, если вы дышите какой-нибудь, ну, вот посмотрите, да, на, не знаю, на ватсапе и видите там женщину с коляской, с ребенком. Вы понимаете, женщина, у нее маленький ребенок, у нее мало свободного времени. Пишите там, я не буду сейчас, да, там говорить до слова, что вам нужно писать, просто пишите формат, да, примерно. Юля, добрый день, у нас появился мастер, который делает маникюр с нейропокрытие за один час, а стоимость не меняется. Хотите, мы вас запишем, чтобы вы все успевали? Да? Или вот это, Юля, добрый день, какие-то тысячи рублей для вас на маникюр. Офигеть, как интересно. Юля прочитала слово, идите нахрен. Спал, заблокировать. Поэтому очень важно при работе с клиентской базой выполнить правильную сегментацию и сформировать предложение. Можно даже для каждого клиента формировать отдельное предложение. Пользуйтесь этими инструментами, пока они работают. Не исключайте возможности получить новых клиентов. Увидимся с вами в следующем видео.